Всем привет! Продолжаем путешествовать, узнавать что-то новое, а может что-то вспоминать. Дафна, персонаж древнегреческой мифологии «Прекрасная нимфа». Дочь землегея, фессалийского речного бога Пинея, либо речного бога Ладона из Аркадии, либо дочь Амикла, как написано в Википедии. Избегала мужчин, жила в обществе девушек, спутница Артемиды, подобно которой дала слово сохранить теломудрие, оставаться безбрачной. История любви Аполлона к Дафне подробно расписана, описана, рассказана о видеом в метаморфозах. В нее также был влюблен смертный Левкип, сын Инамая. Надев женский наряд и заплетя косы, он выдал себя за дочь Инамая и стал охотиться вместе с Дафной, которая обнимала его. Аполлон, неравнодушный к Дафне, стал ревновать к Левкипу. Когда девушка купалась в ладони, они обнаружили, что Левкип не девушка и растержали его. Обман Левкипа был раскрыт, не без участия, конечно, Аполлона. Вскоре после победы над Пифоном, Аполлон обидел Ирота, насмеялся над ним с его луками и стрелами. В отместку Ирот поразил его стрелой любви к Дафне, ее же стрелой антипатии, вызовав у нее отвращение к Аполлону. Преследуемая охваченной страстью Аполлоном, по словам Овидия, Аполлон гнался за ней, как собака за зайцем. Дафна взмолилась к родителям с просьбой изменить ее облик, чтобы избежать любви Аполлона, и была превращена в лавровое дерево. Ну, в другой версии, Аполлон ее изнасиловал, и она попросила Зевса превратить ее в лавр, вот как пишет Овидий. Только скончала мольбу, цепенеет тягостная члена, нежная девичья грудь, корой окружается тонкой, волосы в зеленой листвы превращаются, руки же в ветви, резвая раньше нога становится медленным корнем, скрыто листовое лицо, красота лишь одна остается. Ну, Аполлон сохранил свои чувства, в память о ней лавр с тех пор стал священным деревом Аполлоном, а лавровый венок его непримерным атрибутом. Также по воле Аполлона дерево будет вечно зеленым и никогда не лишится листвы. Лавровый венок стал присуждаться победителю дельфийских игр в честь Аполлона и стал символом триумфа. Горная нимфа Дафна упоминается как прорицательница дельфийского оракула, его совладелица совместно с геей. Листья лавра жевала жрица-провицательница оракула Лифия, готовая войти в состояние божественного экстаза. Сюжет о Аполлоне и Дафне относится к одному из наиболее популярных античных сюжетов в изобразительном искусстве. Вот посмотрите, картины, которые я накачал из интернета. Ну вот, наверное, и все. Да, кстати, в честь Дафны назван астероид, открытый в 1856 году. Вот и все, что я нашел. Вкратце о Дафне, персонажа древней реческой мифологии, прекрасной нимфе. Все, пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok